В Харькове диспансер, где проходят лечение ликвидаторы аварии на ЧАЭС в катастрофическом состоянии. Крыша протекает и на стенах грибок. Помимо Харьковского, таких учреждений в стране всего три. В Одессе, Киеве и Ривне. Удастся ли спасти диспансер, знает Светлана Шекера. Анатолий Губарев один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. В специализированном диспансере поправляет здоровье дважды в год. Группа инвалидности установлена еще с 89-го года. В 89-м году был установлен онкологический диагноз кутано-субкутано-ангиосаркома. Здесь одни из самых лучших специалистов. 260 коек никогда не пустуют. Здесь лечатся чернобыльцы со всей Харьковской области, а теперь еще и переселенцы. В среднем по поликлинике проходит 95 тысяч в год населения. И в среднем где-то около 6 тысяч получают стационарное лечение. Государство обеспечивает больных питанием и медикаментами. Но 4 корпуса не ремонтировались годами. И сейчас здание в катастрофическом состоянии. Из-за неисправной ливневки рушится стена хирургического корпуса. Через прохудившуюся крышу вода заливает операционный блок. А вот эту палату из-за грибка и сырости пришлось закрыть. Когда идет дождь, заливаются палаты, заливаются стены. И, извините, покрытые плесенью мы вынуждены были закрыть, потому что больных держать в таком состоянии просто невозможно здесь. В подвале едкий запах нечистот. Вот это из-за того, что канализационные трубы прорваны. Вот это все фекалии уже текут на грунт. Из-за этого у нас угроза просадки здания. Чернобыльцы сами ремонтируют, что могут. Меняют проводку и вкручивают лампочки. Ну, не совсем понятно, когда чернобылец ходит по больнице и в одной руке он держит таблетки, а в другой плоскогубцы или отвертку. Но мы точно так же понимаем, что если развалился стул, то его никто, кроме нас, не сделает. Сегодня на сессии облсовета обратить внимание на проблемы чернобыльцев призвала глава Харьковской обл. администрации. Мы долучаем финансирование международных институций, но не ждем на это финансирование, выделим деньги из областного бюджета. Кроме этого решения, я лично беру под свой личный контроль вход в строительство и реконструкцию этого диспансера. Мы выделим почти 10 миллионов гривен. Такого финансирования не выделялись никогда в истории областной ради Харьковской области. Выделение денег на ремонт здания диспансера депутаты облсовета утвердили, а вот эффективность их использования будет контролировать прокуратура. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова